Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы с вами несколько отступим от обычного порядка нашего изложения и займемся не церковно-славянским языком в советский период, а не менее интересной, а главное актуальной именно сейчас темой, куда пойти учиться церковно-славянскому языку. В общем, логично было бы эту тему затрагивать после полного курса истории церковно-славянского языка и церковно-славянского языка в современности, но поскольку сентябрь – время, когда люди начинают хотеть учиться, по принципу дороговизны ложки к обеду, лучше рассказать об этом именно сейчас. Церковно-славянский язык, слава Богу, изучается в православных гимназиях, ему можно обучиться в воскресной школе, ему можно обучиться на различных миссионерских или катехизаторских или богословских курсах и так далее, и так далее. Но везде он является одним из учебных предметов. И поэтому желающий изучить церковно-славянский язык и только церковно-славянский язык подтянуть именно вот это, скажем, слабое место, вынужден зачастую вставать перед выбором, а не пойти ли мне учиться в семинарию, например, церковно-славянскому языку. Поэтому вот об этих учебных заведениях, где церковно-славянский язык – это один из учебных предметов, я говорить не буду, кроме того, что я о них уже сказал. Существуют в природе курсы церковно-славянского языка только этого одного предмета. Объективности ради упомяну курсы московские и петербургские, а других у меня просто нет сведений. Кстати, если они есть у вас, то в конце каждой передачи есть координаты для обратной связи. Можно их сообщить, и мы придадим их более широкой огласке, чтобы те слушатели, которые, может быть, есть, скажем, во Владивостоке, не ездили в Москву на курсы церковно-славянского языка. В Москве были курсы церковно-славянского языка при Международном фонде славянской письменности и культуры. Последняя информация о них относится к 2011 году. Вряд ли они прекратили свое существование в 2012 году. У Центра славянской письменности и культуры есть сайт, где все его координаты даны. В Петербурге курсы церковно-славянского языка организуются церковно-славянским семинаром. Здесь я могу уже поподробнее рассказать, поскольку непосредственно в этом участвуем. Церковно-славянский семинар организует курсы церковно-славянского языка совместно с Александром Невской Лаврой. И они называются «Лаврские курсы церковно-славянского языка». Три уровня есть, три ступени этих самых курсов. Первый уровень или первая ступень – это церковно-славянский язык с нуля. Он рассчитан примерно на 20 учебных часов и включает в себя то, о чем мы говорили на протяжении предыдущих передач, то есть историю церковно-славянского языка и церковно-славянский язык в современном мире. То, о чем мы будем еще говорить в следующих передачах. Плюс к этому, после вот этого самого базового первого уровня у слушателя не должно остаться незнакомых значков и букв в церковно-славянском языке. Соответственно, буквы изучаются от и до. Не только их начертания, не только их названия, но и правила их употребления. В каком случае пишется та или иная буква и что, главное, это значит. Потому что от написания одного и того же слова с буквой «он» или с буквой «омега» меняется смысл его. Или с буквой и десятиричная, и восьмиричная. Тоже может поменяться смысл. Соответственно, все вот эти смысловые оттенки мы проходим. Помимо букв изучается буквенная цифирь. И правила написания цифр, и методики, как эти цифры не забыть. Потому что мало эти цифры знать. Можно всю жизнь потом проходить с закладочкой, где вот перечислены все эти цифры. И стоит только столкнуться с славянской цифирью, как моментально возникает вопрос, а где же моя закладочка? Так вот, чтобы закладочка была в уме, и есть определенные методы, как хранить буквенную цифирь, поддерживать ее в актуальном состоянии. Помимо буквенной цифири у нас изучаются знаки, надострочные и знаки строчные. Надострочные знаки, такие как ударение, в церковно-славянском языке их три. Тяжелое, острое и облеченное. Соответственно, тоже, когда стоит то или иное ударение, это ведет к каким-то смысловым оттенкам другим. Например, ударение вот так, ударение вот так. Поменяли, всего лишь палочку наклонили в другую сторону. Поменялся смысл, поменялось там так называемое членение на тему и рему, и вот смысл поменялся. Надеюсь, что мы и в передачах до этого дойдем. И, может быть, мы это будем рассматривать не столь подробно, как на вот этих самых систематических курсах церковно-славянского языка. Изучается такой важнейший знак, как титло. Способ сокращения слов. Титло простое, титло буквенное, когда под этот самый знак сокращения слов еще подсовывается буковка одна из пропущенных, как подсказка, что здесь пропущена еще такая-то буква. Изучаются знаки строчные, те, которые в строке стоят, знаки припинания их еще называют. Они похожи на знаки припинания литературного языка, но на самом деле в пунктуации литературного языка сильнее логическая сторона, а интонационная сторона выражена более слабо. А в церковно-славянском языке логическая сторона, наоборот, чуть-чуть слабее выражена, чем сторона интонационная, потому что церковно-славянское чтение – это свернутое пение. А пение, соответственно, церковно-славянское – это развернутое чтение. И поэтому, если читать вот именно по знакам припинания, причем по правильно расставленным знакам припинания, в конце XIX века, в начале XX века были попытки внести в церковно-славянские тексты знаки припинания по правилам литературного языка. Человеку, который владеет литературным языком, кажется, что знаки припинания в церковно-славянском тексте расставлены неправильно. Они расставлены не неправильно, они расставлены по-другому. И если знать, почему они стоят именно так, и читать по ним, то есть на запятой – маленькая пауза, на двоеточие – пауза побольше, на точке – еще побольше пауза. Если вот это все соблюдать, то церковно-славянский текст дает дышать. И его можно читать, не сбиваясь с дыханием. Соответственно, вот это тоже изучается. Ну и плюс такие вещи экзотические, но тем не менее это письменный знак, он существует в церковных текстах, праздничные знаки, тоже изучается. И после вот этого самого вводного базового курса не должно оставаться у слушателей никаких незнакомых значков. И те, кто этими значками всеми овладеет, базовый курс прошел, те могут обучаться уже на курсах второго уровня. Второй уровень побольше – это часов 40 примерно. И это грамматика. Те грамматические вещи, которые в церковно-славянском языке отличны от литературного. На самом деле они могут быть даже и похожи на литературный, но вот когда человек видит грамматику церковно-славянского языка, и когда он овладевает ею, он даже литературный язык видит совершенно уже по-другому. У него объемное такое видение получается. После того, как изучена грамматика, соответственно, письменные значки – это уже не вопрос. Грамматические категории какие-то, типа аориста, прошедших времен имперфекта, двойственного числа, звательного падежа, вот таких вещей. Когда это тоже перестает быть вопросом и проблемой, по крайней мере, слушатель знает, что это перед ним и где об этом почитать, если вдруг его собственных знаний недостаточно. Тогда можно перейти уже к комментированному чтению текстов, к самому интересному уровню. Ну вот он самый интересный, да, но он третий, после первого и второго. Когда уже не нужно останавливаться на объяснении каких-то элементарных вещей, тогда можно уже копать поглубже. С привлечением каких-то греческих вещей и так далее, и так далее. Например, мы в прологе Рождества Богородицы читали такую конструкцию «принеси речем». Что такое «принеси речем»? Два слова. И «принеси» понятно, и «речем» понятно, но как они сочетаются. А в греческом там стоят тоже эти два слова, но первое из них «принеси», оно еще и имеет значение побуждение. «Давай», «принеси речем», значит, «давай скажем». И вот когда греческий текст увидишь, все становится ясно, все становится на свои места. Или там славянское слово «тля», опять же, в сопоставлении с греческим, там корень «фтор». Это то, что сильно пачкается, мажется, что во что влипнешь, и потом не отлипишься никак. Такие интересные скрываются вещи. Лаврские курсы у нас идут по субботам с 10 до 12 часов. Начинаются 6 октября. Есть курсы интернетовские, опять же, начну с московских. При Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете есть факультет дополнительного обучения. Там есть отдельные курсы, курс русского языка или курс философии. И там есть курс церковно-славянского языка, соответственно, можно туда записаться и дистанционно обучаться по интернету, никуда не выезжая из своего родного города. Например, из Магадана или Новосибирска. Ну, в Новосибирске своих специалистов много по церковно-славянскому языку, так что если новосибирцы нас смотрят, ищите у себя. Есть и петербургские, ну, опять же, на базе петербургского церковно-славянского семинара курсы церковно-славянского языка по скайпу. Это все то самое, о чем я говорил уже, вот эти три уровня, только не в очном формате, а в формате видеоконференции в скайпе. В принципе, видеоряд компьютерный дает больше возможностей вывода визуальных иллюстраций, чем обыкновенная доска. Поэтому в определенном смысле слушатели церковно-славянского, курсов церковно-славянского языка по скайпу, они выигрывают, чем те, кто слушает их вживую с доской. Ну, а в определенном смысле проигрывает, потому что все-таки одно дело, когда человек сидит в аудитории и вживую видит тех, с кем он совместно обучается, а другое дело, когда человек сидит у себя дома. И, как правило, просто по опыту организации курсов, могу сказать, что у одного-двух слушателей стабильно бегает ребенок где-то там на заднем плане, кричит и развлекается, что придает некоторую живость занятиям церковно-славянскому языку по скайпу. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать о том, куда можно пойти учиться в Москве и в Петербурге. Очные курсы и интернетовские. И повторюсь еще раз, если вам известно что-нибудь о курсах церковно-славянского языка еще каких-нибудь, пожалуйста, напишите нам по обратной связи, и мы придадим их более широкой огласке и известности. А в следующий раз мы с вами продолжим опять церковно-славянский язык в советский период. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok